11.06 в Кирове. Продолжается программа «Мужской понедельник». На правах ведущих в студии по-прежнему Николай Голиков и Владимир Сметалин. Переходим к нашей второй теме. Будем разбираться подробно с обналичиванием денежных средств юридическими лицами. И сразу давайте представлять наших гостей. У нас в гостях сегодня Наталья Костина, руководитель уголовной практики Кировского филиала Московской коллегии адвокатов Яковлев и партнеры. Адвокат Наталья Александровна, добрый день. Добрый. И Олег Бачков, старший прокурор по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел юстиции и прокуратуры Кировской области. Олег Валентинович, добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Это очередная программа. В рамках такого юридического ликбеза для меня признавался час назад, что темный лес, в общем, по большому счету, это тема. Я, Николай, насколько я понимаю, более погружен организациями, так сказать, с этим сталкиваться приходилось по-любому, без этого никак. Так ли иначе ли ты с этим сталкиваешься, поэтому предмет мне более-менее знаком. Сегодня мы постараемся привести как можно больше, ну, корректно, конечно, привести, да, примеров непосредственно связанных с нашим регионом и связанных именно с этой темой обналичивания денежных средств. Ну, давайте поясним, почему мы взяли именно сегодня такую тему, кому она в первую очередь пригодится. И что это такое, и что именно понимать? Столкование, собственно, Наталья. Да, вот смотрите, большинство людей, как мне кажется, понимают, что такое обналичивание. Однако законодательного регулирования вот этого понятия закона просто нет. Ну, давайте сразу скажем пример. Перечислили тебе зарплату на карточку, ты пошел ее в банкомат, вставил тебе денежки. Ну, это я имею в виду обыденный какой-то пример, да, жизненный? Ну, да, точно так же. Незаконные действия, да. Не незаконные. Не незаконные. Под обналичиванием мы можем понимать осуществление формально соответствующих законодательству действий, направленных на перемещение денежных средств в безналичной форме через одно или несколько юрлиц или счетов индивидуальных предпринимателей в заранее разработанной последовательности и создающая возможность снятия этих денежных средств в наличной форме в пользу лица заинтересованного в проведении указанных действий. Вот такое я бы дала понятие обналички. А если проще все-таки объяснить? Ну, то есть, перевод денег по конкретным схемам в интересах конкретного лица. Примеры схем обналичивания. Самая простая выглядит следующим образом. Заказчик перечисляет денежные средства на счет индивидуального предпринимателя или юрлица под предлогом оказания услуг, то есть назначения платежа по договору какому-то, да, то есть для оказания услуг либо поставки товаров, затем оформляют фиктивные документы для придания видимости реальности этой хозяйственной деятельности. И по или юрлицу обналичивают денежные средства, которые потом передают заказчику. И имеют процент за выполненную работу. За обналичку берут процент. Например, некой организации потребовалось провести ремонт. Обновить сантехнику, предположим, в том числе. Вот это, понимаешь, это как раз такое будет реальное расходование средств. Некоторые организации потребовались наличные деньги для каких-то непредвиденных, скажем, конечных расходов. Почему? Вот в этих схемах можно смету завысить. А, ну можно смету завысить, да, да, да. И можно делать часть денег получить. Нужен ремонт. Ищет подрядчик, смета, сумма, там, предположим, сколько нужно на ремонт, умножается на полтора, предположим. Ну или на два. Просто реальному подрядчику эта схема неинтересна. Почему? Потому что если подрядчик реальный, он налоги платит. А с этой суммы, с завышенной сметы, он должен будет заплатить налоги. Как правило, эта фирма однодневки этим занимается. Созданная, как правило, специально для того, чтобы обналичивать денежные деньги. Для этой сделки. Несколько обычно такая фирма обналичек проводит, потому она просто исчезает. Ну, да. Я думаю, что налоговым органам это все прекрасно известно. Да, я думаю, таких историй довольно много, когда смотришь. Там часто, вот схема просто приведу, я недавно писал материал, когда предприятие получает кредит, предприятие под залог своего имущества, кредит через несколько фирм вот так вот качует, и оказывается не в деле, а, условно говоря, у владельца предприятия. Просто на кармане. Как его собственное средство. А кредит под предприятие выдавался? Ну, а предприятие будет там закладывать свое имущество, заложенное отдаст банку и так далее. Его это уже не интересует. Он просто получил деньги, причем деньги... Ну, по сути, да, вывод денег. Деньги никаким образом не облагаемые налогом, потому что там все через эти схемы идут. Он просто положил их на кармане. А выплачивать кредит будут? Банк просто заберет. Предприятие. Банк просто заберет имущество. Да, заберет. И все. О, как есть. Давайте продолжим. Давайте с вами поговорим о том, какими составами могут охватываться действия, как раз по обналичке. То есть, как правило, это статья 172. Незаконная банковская деятельность. То есть, осуществление банковской деятельности без регистрации или без спецразрешения в случаях, когда такая лицензия нужна. Это в каких случаях может быть применено? Когда группа лиц как раз объединяется и массово в интересах ФИС или Юрлиц производят действия вот эти по обналичке. Это банковская деятельность? Это незаконная банковская деятельность. То есть, это банковские операции. Переводы денежных средств. Но практики у нас по 172, как я думаю, немного. Олег Валентинович, подтвердите, подключайтесь. Ну да, действительно, судебная практика, ну и практика следственная по статье 172, она единична. То есть у нас бывают возбуждены уголовные дела по одному-два дела в год. Связано это в первую очередь с трудностями в доказывании, так как совершенно верно было отмечено, в основном банковская деятельность, она осуществляется, незаконная банковская деятельность осуществляется с использованием фирм-однодневок. И создание таких фирм является, соответственно, способом совершения основного преступления. Вот если цифры привести, у нас до 2017 год возбуждено было более 90 уголовных дел по фактам незаконной регистрации юридических лиц, да, и больше десятка уголовных дел по факту. Это статья 173 Прим-1, вот, и по 173 Прим-2 УК РФ также возбуждались более десятка уголовных дел. Это тот случай, когда используются просто документы лица, вот, соответственно, регистрируются фирмы. И, как правило... То есть лицо не знает о том, что на нем эта фирма, да? Ну, вот, давайте разграничим. Первый вариант – это статья 173 Прим-1 УК РФ, когда регистрация осуществляется на подставное лицо. То есть он совершает действие по регистрации, да, предоставляет документы, идет налоговые органы и так далее. Вот, статья 173 Прим-2 УК РФ подразумевает, когда используются документы лица, фактически неосведомленного. Вот, и происходит регистрация юридического лица через расчетный счет, которого в последующем осуществляется незаконная банковская деятельность. Но она может заключаться не только в совокупности каких-то финансовых операций, то есть транзакций по расчетным счетам. Незаконная банковская деятельность, она включает в себя в том числе инкассацию незаконную, включает в себя зачисление денежных средств на расчетный счет, соответственно, да, и их снятие. То есть вот в это понятие незаконной банковской деятельности входят транзакции, зачисления, перечисления, снятие денежных средств. А как выявляется этот случай? Как выявляется незаконная банковская деятельность? Да, да, да. Паза-то на чем основывается? Ну, как правило, данные уголовные, данные преступления выявляются с использованием контролирующих органов. То есть сигнал контролирующих органов поддают правоохранителям, вот здесь что-то нечисто. То есть из контролирующих органов в основные это налоговые органы, то есть налоговые органы, они на систематической основе производят анализ фирм зарегистрированных, осуществляющих деятельность на территории Кировской области, и как раз они выявляют признаки фирмы-однодневки. Второй орган это у нас Кировское отделение Центрального банка, ну в свою очередь они осуществляют как регулятор у нас рынка контроль за финансовыми операциями, в том числе они по своим критериям оценивают возможно отнесение какого-либо перечисления денежных средств между юридическими лицами или физическими и юридическими лицами к сомнительной финансовой операции. Большие ли там суммы фигурируют? Вы назвали бы количество возбужденных уголовных дел, чтобы понимать о речи о каких суммах идет. Ну если говорить вот например о текущем годе, то есть у нас за этот год уже признано фактически незаконными финансовыми операциями на сумму более 5 миллиардов. И сколько? 5 миллиардов? То есть вот мы штаб-то, да, говорим о деньгой экономики? Мы оказывается о серьезном деле говорим-то вполне. 5 миллиардов? Это даже цены на бензин у нас в первого часа только. Немножко газ, там тоже миллиардами попахивает, конечно. 5 миллиардов за первые несколько месяцев. Это в Кировской области, да? В Кировской области, у нас весь бюджет Кировской области. Ну 40-42. 42 миллиарда, да. 46 миллиардов. 46 миллиардов, да. Серьезно ребята работают. Это вот один из вариантов вот как бы вот этих вот обналичьих, обналичьих схем, да? Ну вот смотрите, еще у нас тесно связаны с названными составами также и состав незаконного предпринимательства, и уклонение от уплаты налогов. Все зависит от того, какую сумму мы левых документов изготовили, да? Ну не мы, а злоумышленники. Имеется в виду, да, злоумышленники изготовили. Не зарекайся, Владимир. Ну и соответственно, с обналичкой связаны два непосредственно состава. Это 174 и 174 прим. 1, статья УК. То есть это легализация отмывания денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. А вторая статья это легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Вот я знаю, что практику областная прокуратура у нас нарабатывала активно последние несколько лет. Вот как раз по легализации, да? Как раз по легализации, да. То есть старались вменять этот состав чаще. Что значит старались вменять чаще? В том числе и по мошенничествам старались дополнительно вменять этот состав и смотреть, какая практика судебная у нас формируется. Олег Валентинович, прокомментируйте, да? Дополните. Да, действительно, это основные составы, которые у нас связаны с легализацией денежных средств, добытых преступным путем, с незаконной банковской деятельностью. Я бы хотел еще два добавить. У нас предусмотрена ответственность по статье 193 и 193 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. О чем идет речь? Ну, если в двух словах, то есть статья 193 Уголовного кодекса подразумевает собой уголовную ответственность за невыполнение резидентом Российской Федерации обязательств перед нерезидентом. Образно говоря, если на примере объяснить, то есть происходит поставка юридическим лицом товара за пределы Российской Федерации, то есть нерезиденту, незарегистрированному у нас. И, соответственно, у резидента, юридического лица, юрисдикции нашего государства появляется обязанность обеспечить возвращение денежных средств за поставку товара, например. В случае не возвращения денежных средств предусмотрена такая уголовная ответственность. Статья 193 Прим. 1, она более простая. Она подразумевает просто вывод денежных средств за границу в адрес нерезидентов по поддельным документам. Это эти же платежные документы, финансовые документы, на основе которых происходит перечисление денежных средств. Вот эти основные два состава. То есть эти составы, которые вы назвали, это то, что у нас называется утечка капитала за границу, да? Ну, фактически, да. То есть вот так вот, как туда денежки уходят и оседают уже в заграничных банках. Да. А насколько эти схемы как раз для нашего региона актуальны? Я думаю, что она актуальна. К сожалению, у нас и следственная, и судебная практика еще не совсем сформировалась. Но работа правоохранительными органами на этом направлении ведется. То есть вы, коллеги, чуете, что что-то в этом отношении происходит, но надо поднабраться больше фактов каких-то, больше доказательной базы. Здесь дело не только в доказательной базе, а дело в... Нам звукорежиссер показывает, что мы сейчас прервемся. Один из интересных моментов возник. На самом интересном, да, и споривнемся. Это правильно, так и надо прерваться. Наталья Костин, руководитель уголовной практики Кировского филиала, московской коллегии адвокатов Яковлев и партнеры, адвокат и представитель прокурора, старший прокурор по надзору за процессуальную деятельность органов внутренних дел и юстиции. Прокуратуры Кировской области. Олег Бачков, прервали вас, Наталья. На самом интересном месте. Самое интересное место, хотела бы озвучить, то, что бороться, конечно, с преступностью можно только правовыми методами, и, соответственно, для этого необходимо какое-то законодательное регулирование. Что касается обналичивания денежных средств, то у нас здесь выделяемы различные указания Центробанка, различные методические рекомендации и последний сдвиг, если так можно сказать, в минимизации этой обналички. Сдвиг в лучшую сторону. Сдвиг в лучшую сторону, да, он у нас произошел в 2013 году, когда у нас были внесены изменения в отдельные законодательные акты в части противодействия незаконным финансовым операциям. Поэтому, поскольку у нас с 2013 года не так много времени еще прошло, поэтому практика вот нарабатывается. Ну, и до 2013 года у нас услуги по незаконному обналичиванию денежных средств, они представлялись практически в открытую. Сегодня вот ситуация изменилась. Да, то есть раньше объявления в интернете были навалом. Обналичивание под такой-то процент, я уж не помню, какие тогда были проценты, но это было почти легально. Все что угодно. Любые денежные средства, да, за определенный процент. Ого, а если вспоминать, какой процент там требовали? Ну, за тебя наличие, ты звонишь по телефону, там, перегоняешь туда безнал, получаешь нал, минус процент. То есть опять юрлица, да? Юрлица, индивидуальная причина. Часная причина, неважно, у кого счет есть в банке. Когда это было массово, соответственно, там процент за обналичку был небольшой. Сейчас это с каждым годом становится все дороже и дороже, потому что растут риски, растут расходы. И правоохранители не дремлят тоже, да? И, соответственно, рано или поздно, может быть, бизнесу невыгодно будет обналичивать, а проще будет и дешевле заплатить какие-то налоги и спокойно пользоваться денежными средствами. Это когда такие светлые времена могут наступить? Не знаю. Вот сейчас, по информации Центробанка, уже обналичка стоит порядка 15%. Это уже последние годы где-то порядка 15%. Официальная обналичка. Вот это вот, она неофициальная, какая она официальная. Все преступная обналичка получается, да? То есть ты обращаешься к конторе, она дает наличные деньги взамен на безнал. Но если люди работают вообще в темную, они же не могут работать официальными деньгами. Им нужны наличные деньги. Для того, чтобы платить зарплату без налога, для того, чтобы с кем-то рассчитываться без налоговой схемы. Поэтому спрос-то на это все равно есть. И вот пока будет у нас вот этот бизнес, как я понимаю, который работает в тени или вообще в чернике в каком-то, спрос на эти услуги будет. Так, продолжим. Давайте еще немножко про схемы, да? Конечно, давайте. Так это самое интересное. Вот первый вариант схемы мы обсудили. Юрлица между собой денежные средства перечисляют, эффективные операции. Вторая схема. Денежные средства снимались со счетов физлиц с использованием студентов либо граждан иностранных государств. Так, сейчас поподробнее. Это как раз то, что касается офшоров и вывода российских денег за рубеж. В поле зрения наших правоохранителей частенько попадали Турция, Израиль, прибалтийские страны. Вот таким образом деньги снимались. А то, что касается русских рублей, использовались студенты. То есть студентам выдавались карточки за определенное вознаграждение. Подождите, вот студент где-то там находит что-то в интернете. Может быть в интернете, может быть еще каким-то образом выходят на этих людей. То есть студентов найти-то не проблема. Достаточно у вуза постоять, мне кажется, их там большое количество. Тысячи и тысячи человек. С предложениями подзаработать, не знаю. Да, ни за что. Потому что подойдите к банкомату и сними деньги. Вот давайте сейчас как предупреждение. К вам на улице может подойти человек и сказать. Помогите, пожалуйста, снять деньги на средства. Вот тебе карточка, сходи в банкомат. И ничего не подозревающий. Ну, студент, если уж мы о них говорили, идет, снимает. Ну, процент ему какой-то, да? Да, и может быть он это делает. Даже неоднократно. То есть в течение нескольких месяцев. И не подозревает о том, что речь на самом деле идет о чем? Об обналичивании. Об обналичивании. Так, ну, опять же, Володь, что значит не подозревает о том? Ну, вот студент все-таки, да? Которому говорят, парень, ну, возьми карту и сними, да? Ну, может, он недалекого ума такой вот. Ну, я-то видел предложение другого плана. В интернете их было очень много. Я просто так иногда смотрел, что там просто говорят, давайте на вашу карту мы кинем бабки. Вот сейчас вам придут деньги, да? Вы их, главное, обналичьте там по 10 тысяч в день в течение этого срока. Значит, столько-то будут ваши деньги, столько-то будут наши. Вроде безопасно, ребят, заработаете там пару десяток, почему нет? Нет, нет, а человек почему не задается вопросом, а что-то мне такое счастье-то здесь? Так вот я и тебе говорю про студентов. А он-то почему не задается вопросом, когда он дает карту и говорит, что, а ты, извини, будь, сам не можешь снять, да? За что я должен, да? Ну, это вот, как раз те самые схемы, да? Причины для того, чтобы нанимать для этого студентов, они есть. Потому что банкоматы информацию записывают. И те люди, которые не хотят лица светить свои, да, они вот как бы для этих целей привлекают иных лиц. Поэтому сами-то они не светятся. А несовершеннолетние в этом? И вот смотрите, и также ранее у нас закон о банках и банковской деятельности, он не допускал получения информации о движении денежных средств по счетам физлиц вне возбужденных уголовных дел. Сейчас это стало проще. То есть невозбужденных в рамках проверки правоохранители все-таки могут увидеть эту информацию. Поэтому открыли карту на физлицо, раздали студентам, и вроде как никто не должен увидеть эти деньги. Сейчас это все видно, сейчас это все легко установить. В автоматическом режиме, да, фиксируется? Ну, у нас вся информация, в том числе и по сомнительным каким-то банковским операциям, она все равно в Росфинмониторинг уходит. То есть у нас есть такой орган, который видит все движения денежных средств по всей, по сути, стране. Если к нему обратятся правоохранители, они получат всю необходимую информацию. То есть можно отследить всю цепочку от входа до выхода, где конкретные денежные суммы, куда ушли, в каких банкоматах были сняты. Все-таки давайте вот эту тему про студентов добьем. Олег Валентинович, ну вот ходит он, снимает, снимает, или один раз снял. Ему что в этом случае грозит это? Не, ну, хотелось бы отметить, все-таки практика у нас складывается таким образом, что сначала просят лицо открыть расчетный счет с банковской карты, да, а потом берут у него эту банковскую карту, как правило, и с ней уже осуществляют финансовые операции с ее использованием. Это больше относимо к составу преступлений, предусмотренных 174-й прим. 11-й Уголовного кодекса, то есть это легализация денежных средств преступным путем добытой. То есть, например, сейчас у нас находится в производстве уголовное дело в отношении лица, которое более 150 тысяч рублей получило за сбыт наркотических средств. Вот, и в том числе сейчас расследуется и в его действиях легализация в связи с тем, что он перечислял денежные средства на расчетный счет и банковскую карту, оформленную на подставное лицо, и сам снимал. Физическое? Да, физическое лицо. Ну, такая незамысловатая такая схема получается. Ну, хотя не знаю. Ну, да, цель, в том числе, вот если взять сферу незаконного оборота наркотиков, там сбыты происходят, как правило, дистанционно, оплата тоже происходит дистанционно, в том числе, и не только через банковскую систему, это киви, кошельки там, да, различные у нас. Беликронные деньги. Да, ну, да. Вот, после этого эта валюта трансформируется в рубли, да, перечисляется вот на такие расчетные счета, открытые на подставных лиц, и снимаются в различных городах. Ну, это относительно легализации денежных средств. Что касается незаконной банковской деятельности, она все-таки осуществляется больше, как я говорил, через фирмы-оддневки. То есть там дистанционное, сейчас у нас законодатель позволяет, то есть дистанционное управление счетом, и фактически-то не надо, как вот говорили в банкомате, где снимать. Не надо идти куда-то лично. Да, лицо ваше никто не видит. То есть у вас есть право управления, вы зарегистрировали фирму на подставное лицо, да, как правило, это у нас без определенного места жительства, да, или лица. Вот после этого он вам передает право распоряжения этим счетом дистанционно уже через компьютер, там, находясь в любом месте, в том числе и за границей, распоряжаетесь своим счетом. То есть осуществляет эти транзакции, да, по мнимым основаниям. То есть фактически, когда договорных отношений не имеется, да, прочисление денежных средств происходит. Мы как-то еще не проговорили, что за санкции-то предусмотрены в этом случае? Называем статьи, там, серьезное наказание-то? Ну, если говорить, вопрос прозвучал о лицах, да, на которых зарегистрировано, да. Ну, судебная практика складывается так, что, ну, и следственная практика так, что лиц, которых используют, да, фактически, обналичные транзакции, Ну, как в темную используют, да. Да, они используются в темную, поэтому они фактически ответственности не несут, потому что они конечной цели, вот этой легализации денежных средств, да. Не преследовали. Да, не преследовали. Да, они несут только в том случае, да, когда они знают начальную цель, то есть если они знают о том, что совершено предикатное преступление, да. Какое? Предикатное, ну, то есть предшествующее легализации. До того было, да. Легализация, да, следствие у него получено денежные средства или какое-то имущество, да, и оно потом легализуется, в том числе с использованием его расчетного счета. Тогда, да, они будут нести ответственность уже по статье 174, это в случае обналичивания, да. Вот, что касается ответственности... Там реальный тюремный срок предусмотрен в случае? Да, там, средний тяж, по-моему, до пяти лет лишения свободы, да. Вот, что касается статьи 173, прим-1, да, как правило, нас привлекаются лица, которые организовали совершение этих преступлений. Вот у нас в прошедшем году была осуждена женщина, да, которая в 2016-2017 году зарегистрировала 12 таких фирм. Вот, наказание было в виде штрафа. Страф большой был? Не помните? Нет, там около 100 тысяч. Ну, незначительные такие наказания, потому что они все-таки относятся, вот эти 173, прим-1, к небольшой тяжести. Вот Олег Галитинович, смотрите, вы говорите, человек, может, не знал. Вот взять того же студента, да, который один раз это сделал, ему понравилось, да, просто деньги с них воздух не упали. Он еще раз сделал, третий раз сделал, четвертый раз сделал. Вот как вот сказать, что он не знает, да, он же постоянно этим уже занимается. Он тоже может сказать, я не знал, что-то хорошее дело, что-то отказывается-то. Откуда я знал-то? Все-таки он должен быть осведомлен о преступном характере происхождения денег или что эта деятельность вот именно незаконная банковская, где нет предикатного состава, но вместе с тем эти денежные средства по мнимым основаниям перечисляются. То есть у нас обвинение не может быть построено на предположениях. Поэтому то, что он делал раньше, это не свидетельствует о том, что вот это конкретное там снятие денежных средств наличных или перечисление по его счету, да, являлось вот незаконной деятельностью. Потом студенты, они же еще молодые люди, их легко ввести в заблуждение. То есть придумать какую-нибудь интересную историю о том, что директор там уехал, я не могу снять деньги, давай откроем карточку, я тебе переведу, ты поснимаешь, он потом вернется там. Ну, то есть, мне кажется, тут в темную использовать их очень легко. Или там симпатичная девушка к юноше-студенту, да, как-то? Может быть, не знаю. Там даже историю придумывать не надо, он и так согласится сразу. Декольте поглубже, коробка, юбка покороче. Надо только помнить о том, что налоговый период у нас рано или поздно с вами закончится. ФНС увидит обороты по карте у этого физического лица и зачастую попросит с него объяснение. Либо 13% уплатить за дохода полученного. А вот это тоже вопрос. Да, вот это интересный момент. Я заработал там какую-то сумму денег, однако 13% от общего оборота я впоследствии должен буду заплатить государству. Вот об этом почему-то никто не задумывается. Иначе, опять же, у нас вот цена в наличке возрастает 13, плюс вознаграждение уже должно быть. Ой, как все интересно-то. Времени не так много остается. Реклама у нас сейчас будет, и мы продолжим через полторы минуты. Продолжаем разговор. У нас сегодня опять такая интересная тема получилась. Да, Володя, ты зря сомневался. Тема, правда, очень интересная. Только участвовать не хочется в качестве фигурантов того, о чем мы сегодня говорим. Я пока слушаю. Я думаю, что если подборочек закосить, можно и поучаствовать. Нет, я, конечно, никому это не рекомендую. Говорим мы сегодня об обналичивании денег, об обналичке средств, о легальных и незаконных способах. Больше о незаконных. Потому что про легальное что, собственно, говорить. Гиперлегальные мы все и так понимаем, что есть легальные и что есть. А что есть легальные, кроме снятия денег в банкомате? Если это твои деньги, ты их можешь снять. Если это деньги твоей фирмы, ты их можешь обналичить через банк. Или с личного депозита снять. И отчитаться, собственно, о том, как ты их, куда потратил и какие налоги ты с них заплатил. И с нами беседует сегодня Наталья Костина, руководитель уголовной практики Кировского филиала Московской коллегии адвокатов Яковлев и партнеры адвокат. И Олег Бачков, старший прокурор по надзору за процессуальной деятельностью органов технических дел и юстиции прокуратуры Кировской области. Серьезные люди. Ну, если еще там терминологию использовать, мы говорим об одной из составляющих так называемой теневой экономики. Да, собственно, это тот самый момент, когда деньги из света попадают в тень. Мы сейчас как раз в перерыве обсуждали еще одну схему, да, рассмотреться на примере выплаты зарплат. Да, когда под видом выплаты заработной платы мы получаем определенные наличные денежные средства, путем завышения сумм, так скажем, в ведомствах или где-то еще. Ну, и какая-то часть у нас остается на руках, и мы ее можем использовать. И так может происходить дважды в месяц, спокойно, абсолютно легально. Дважды в месяц? Ну, это легально, но заработные платы что-то должно платить. Ну, то есть, да, предприятие... Отчисление это все. Да, да, да. Отчисление платить наличные. И мы на затраты берем еще все эти суммы, которые выданы работникам. Ну, это уходит на затраты и снижается прибыль таким образом по итогам года, потому что затраты повышаются. Ну, логично. И, соответственно, налогообложения тоже... А далее эти денежные средства, они используются там, в том числе, для приобретения товаров, услуг, ну, и для наличных расчетов с какими-то контрагентами. Да и не только, иногда просто используются, как пишут в протоколах, по личному усмотрению. Да, так ведь пишут, да. Использовались потом по личному усмотрению. Да. Присвоились. В этом отношении тоже большая часть работы, Олег Валентинович, проводится. Ну, зарплатных схем касаемо, имея в виду. Да, проводится, но немножко не в такой форме, по крайней мере, у нас в области за последние годы вот таких факторов не выявлялось правоохранительным образом. Ну, а вообще, работа правоохранительных органов у нас направлена на противодействие и легализации в наличии денежных средств по четырем основным направлениям. Первое направление – это тщение кредитно-финансовой сферы, это как раз использование фирмы однодневой финансовой деятельности, что препятствует нормальному функционированию нашей системы. Второе направление – это пребываясь к незаконным использованию бюджетных средств в связи с тем, что большое количество преступлений у нас сопряжено с хищением денежных средств из бюджетка, которые впоследствии легализуются. В том числе возмещение НДС или это отдельно? Да нет, почему? Там разные варианты. Тот же самый подряд ты получил какой-то там, выиграл конкурс, там получил бюджетные деньги, присвоил их и пропал. Нет, как правило, они позже приходят. Да какая разница, когда они приходят? Главное приходит. Ты по ним работу-то не осуществляешь, просто исчезает фирма, и все. Ну, у нас очень много таких случаев. Ну, или делаешь какую-то часть работы, или делаешь ее некачественно, там, за другим материалом и так далее. А потом деньги обналичиваешь, и бюджетные деньги стали твоими. Спасибо. Распространенное, может быть, так. Не рекомендую. Я понял. Бюджетом точно не рекомендую. Предельно ясно, да. Это было второе направление, да, вот именно по бюджетным средствам? Да, второе. Третье у нас направление является противодействие от манили денежных средств, сверху наркобизнеса, в связи с тем, что там также у нас фигурируют очень крупные суммы денежных средств, которые получают у нас лица, осуществляющие именно сбыт наркотических средств. Ну, и четвертое направление – это противодействие экстремизма и терроризма. То есть, вернее, финансирование этим преступлением. То есть, в настоящее время правоохранительные органы области ориентированы по этим основным направлениям, в которых они и работают. Наталья? Вот, хотела рассказать те случаи, когда предприниматели делятся иногда информацией с нами. Под пытками? Нет, без пыток. Они рассказывают о том, что в рамках борьбы как раз со схемами легализации отмывания денежных средств часто банки блокируют счета. То есть, банк, если видит какие-то транзакции… Подозрительные, на его взгляд. Подозрительные. То есть, деньги переночевали и сразу же куда-то ушли. Банк видит, что не осуществляются платежи, допустим, арендные, либо там налоговые какие-то платежи, но большие суммы ходят просто по договорам, да, переночевали и ушли. То банк может предпринять ряд мер. В том числе и блокировка счета, и расторжение договора банковского счета. Эта вся деятельность, она довольно-таки новая, не так давно появившаяся, да? Нет, в принципе, это все было предусмотрено еще федеральным законом от 2001 года противодействия легализации отмывания доходов, полученных преступным путем, вот, и финансирования терроризма. Может быть, это было менее распространено, но поскольку сейчас Центробанк отзывает лицензию банка, в том числе, да, по сомнительным вот таким операциям, банкам стало выгоднее раскрывать такую информацию перед определенными госорганами. То есть, вот, в частности, Росфинманистолик. Выгоднее, в смысле, избавляться от ненадежных игроков. Ну, то есть, вот, что делать? Или своей лицензией мы рискуем, или мы все-таки клиентов начинаем проверять, воспитывать, просить у них подтверждающие документы. Получается так, что иногда под действие таких вот запретительных мер попадают вполне себе честные люди. Вполне честные люди, может быть, не до конца осведомленные, да, о нашем законодательстве. И вот, как раз, предприниматель обращался с таким вопросом, что его бы просили представить документы, подтверждающие сделки. Он почему-то долго с этим тянул, не придал какого-то значения. А как, письменно уведомили, да, его? Нет, просто, допустим, звонят, просят для проведения транзакции, просим предоставить копию договора. Вот он ее, например, не предоставил раз, не предоставил два. Потом заблокировали счет. Банк делает вывод, соответственно. Банк делает вывод, расторгает договор банковского счета, и теперь предприниматель, обращаясь в другие банки, не может отгореть расчетный счет, в том числе и там. То есть это смерть. Смотрите, опять же, вот история, которую я просто читал, что вот я рассказывал уже до эфира, что женщине сын регулярно перечисляет, условно говоря, 25 тысяч рублей каждый месяц своей матери, да? Она, естественно, получив на карту эти деньги, идет и снимает. Потому что они ей нужны. Она женщина пожилая, она не понимает. Да у нас, по статистике, большинство россиян, они как раз-таки снимают, используют карточку. У нее это происходит регулярно. Она, естественно, нормально все, все хорошо, живет, живет. В какое-то время Бух, банк блокирует ей счет, потому что находит в этом некую подозрительность. Регулярность, то, что вот постоянно идет обналичивание определенной суммы, да? А у нее же не может быть никаких... У нее что, договор с сыном заключать? Ну, в том числе и договор с сыном, почему нет? Договор дарения денег каждый месяц. Ну, как-то это немножко странно, мне кажется. У нас люди к этому не привыкли. Ну, а случай-то вполне себе жизненный. Я думаю, что это единственный случай. Она, предположим, живет где-то в сельской местности, где нет банкомата. Она едет в райцентр, там она снимает, наличку получает. Она регулярно получает, и с наличкой живет у себя в сель. Миллионы, наверное, так живут. То есть как-то это не очень понятно, я никому же не объясняю, что надо с родным сыном заключать договор дарения на то, что он просто помогает родителям. Почтой России наличку высылать тоже, наверное, не слишком безопасно. Я понять не имею. Насчет почты. То есть какие-то механизмы, ну, на самом деле, понятно, предприниматель может представить договоры, по которым он эти деньги получал. А здесь что, прийти сказать или сына там из Москвы вызывать? Не знаю, честно говоря, вот с такими ситуациями не сталкивалась, поэтому рекомендации дать не могу. Но в целом с сыном можно заключить договор, в том числе и, ну, не знаю, как его подписать, посредством электронной почты. Зайти к соседям, попросить там обменяться документами, представить копию в банк. Почему нет? Сложно, конечно, да, я понимаю. Потому что она как раз, когда пыталась выяснить, ей сказали, что очень многие люди, квартиры, как бы незаконно, не оплачивая проценты, получают регулярные платежи на свой счет. Это как бы один из признаков того, что человек что-то такое делает, нелегальное. Ну, а здесь попалась она вот под горячих рук. В нашем регионе достаточно распространенное явление блокировки счетов. Обладаете вы такой информацией? В последнее время, да. В последнее время, да? Да, такая информация поступает. А какого уровня организации? И банки еще, подождите, вот перед открытием расчетных счетов зачастую, да, когда с банками бывает связываемся, вот обсуждают и говорят, спрашивают, что это будет за компания, как она будет работать, чем она будет заниматься. То есть банки уже изначально не хотят открывать расчетные счета сомнительным организациям. А как они понимают, что ты сомнительный гражданин? Если ты фирму открываешь для реальной работы, ты знаешь, что будет, как это будет происходить, ты можешь рассказать. То есть открыли фирму вчера, сегодня уже пошли миллионные обороты. Разве такое бывает? В России, конечно, это исключение из правил, может быть. Без уплаты налогов, миллионные обороты без уплаты, вот опять же, арендных платежей, без закупки каких-то там товаров, вот непонятные какие-то деньги пошли. Банки не верят в российский бизнес, что он может стартануть на грязи. Банки боятся потерять свою лицензию, поэтому... Ну да, все, 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 ну многие находятся, да, между двух огней, конечно, либо так, либо сяк. Осталось две минуты у нас, хотелось бы все-таки больше еще практической пользы, каких-то вот конкретных рекомендаций тех, кто нам слушает. Как не влипнуть. Быть бдительными на вот каком-то простом бытовом жизненном уровне, Олег Валентинович. Ну про студентов-то ладно, мы запомнили все, что они в группе риска. Пожилые люди, наверное, тоже в группе риска. Нет? Ну, пожилые люди в практике нам не встречались, чтобы вы использовали их, да, для наличия денежных средств, или для легализации денежных средств. Ну, в первую очередь, это, конечно, отказ от регистрации на себя фирмы Одноднева. Или открытие ИП нелегального. А как это может произойти? Подойдет к вам, завтра директор и скажет, да, почему бы вам не открыть на себя ИП? Вот у нас есть такая необходимость. Откройте, пожалуйста. Ну, как правило, вводят в заблуждение лиц, то есть обещая, что на тебя будет зарегистрирована фирма, ты будешь там номинальным руководителем, вместе с тем я от этой фирмы буду фактически осуществлять деятельность и, естественно, в рамках правового поля, то есть уплачивать налоги и так далее и тому подобное, да. Ну и в итоге эта фирма используется в преступных целях. Когда лицо передает, на которое зарегистрировано юридическое лицо, передает все документы, учредительные документы, ну и в первую очередь право распоряжения расчетным счетом. Вот. Ну, это основной момент, то есть основная масса, еще раз повторюсь, через фирмы Однодневки. Ну и второе, это я думаю, что не надо позволять лицам, да, сомнительной репутацией там использовать свой расчетный счет и привязанную к ней банковскую карту, потому что, еще раз повторюсь, вот в основном преступление, легализация, связанная с незаконным оборотом наркотических средств, да, она происходит с использованием вот карт, банковских карт, физических лиц, да, и, соответственно, их расчетных счетов, когда их используют в темном, перечисляя на них, да, используя карту под снятию денежных средств, но это основные моменты, чтобы простому гражданину, так сказать, не быть. То есть не надо использовать свою карту для чужих каких-то акций, да? Я правильно понял. Не давать свои документы для регистрации юридических лиц. Ну, я прекрасно понимаю, что вы выполняете свою работу, да, добросовестно, но вот этот преступный мир, он тоже не дремлет? Какие-то новые, какие-то изощренные ходы появляются, схемы? Нет? Схемы, мне кажется, новые. Не появляются, может быть, цепочки только удлиняются. Длиняются, да. Но в целом, все одно и то же, мне кажется, что и было ранее. Смысл один. Смысл один. Смысл один. Получить наличку и использовать, собственно, ее. Не в тех целях, собственно, в которых изначально было заявлено. Спасибо за этот познавательный разговор, Наталья Костина, Олег Бачков. На этом мы завершаем программу «Мужской понедельник». Наш эфир продолжается. Через 20 минут слушайте программу «Особое мнение». И гостем студии нашей сегодня станет депутат УЗС 4 и 5 созывов Дмитрий Русских. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok